Покупайте землю, ведь ее больше не производят, говорил американский писатель Марк Твен. И на первый взгляд был прав. С каждым годом свободных участков земли больше не становится. Следовательно, каждый участок, по логике, должен со временем только дорожать. Но так ли это на самом деле? Вы знаете, как не ошибиться с выбором? Как понять, что именно этот участок земли подходит вам? И главное, как получить гарантию того, что через год, два или десять он не упадет в цене? В ближайшие 20 минут мы вам это расскажем. В эфире программа «Свой дом» и я ее ведущий Иван Пашков. Землю никто просто так не покупает. Неважно, 6 это соток, 60 или 600. Такое приобретение всегда делается с целью сохранить деньги. Точно так же не важно, что вы собираетесь на ней строить. Большой дом, маленький, дачу или дворец. Здесь главное не прогадать. Не купить землю, которая обесценится, или на которой в силу тех или иных причин нельзя будет построить то, что вы задумали. Дом вашей мечты. Как не попасть в просаг с покупкой земли? Что надо учесть перед тем, как приобрести землю для строительства собственного дома? С этими вопросами нам поможет разобраться эксперт Дмитрий Бахматский. Дмитрий, скажите, с чего надо начать в этом вопросе? Ну, Иван, прежде всего нужно разобраться со своим участком, на котором будет стоять будущий дом. С площадью? Да, совершенно верно, с площадью. Участок не должен быть слишком тесным. Есть эмпирическое правило. Если у вас, например, коттедж 200 квадратных метров, то площадь участка должна быть не меньше 20 соток. То есть действует правило 1 в 10. А кроме площади какие еще аспекты надо учесть? Есть два важных аспекта. Во-первых, это так называемые физические характеристики грунта, на котором будет строиться дом. И, собственно говоря, коммуникация. После того, как покупатель земли определится с площадью дома и размером придомовой территории, ему стоит подумать, на чем будет стоять его особняк. И здесь необходим специалист. Ведь неподготовленного человека может привести в шок одно только перечисление свойств грунта – объемная масса, влажность, пористость, плотность, пластичность, угол внутреннего трения, разрыхляемость, водонепроницаемость, а еще несущая способность, сопротивление сдвигу, коэффициент бокового давления и так далее. Но все эти параметры необходимо учесть перед закладкой фундамента, иначе дом не будет крепко стоять на земле. Физические характеристики грунта влияют на то, какой фундамент будет у вашего будущего здания. И немаловажный момент, что физические характеристики грунта лучше исследовать до покупки участка, а не после него. Насколько я знаю, кроме грунта, еще важный показатель – уровень грунтовых вод, заболоченность. Да, хорошо, что вы об этом сказали. Если уровень грунтовых вод достаточно высок на данном участке, то о строительстве подвала или подземного гаража, конечно, можно забыть. При условии, если вы не собираетесь вкладывать серьезные средства в гидроизоляцию. Дмитрий, насколько я знаю, уровень грунтовых вод непосредственно влияет на стоимость земли, стоимость самого участка. Ну, Иван, здесь существует два варианта. Водоснабжение на участке может быть коллективным, а может быть индивидуальным. Вода в дом может поступать из общего источника, например, из городского или поселкового водопровода. Или из кооперативной артезианской скважины. Вы можете запланировать и строительство колодца на территории вашего участка. Но что лучше – вопрос спорный. Мы, конечно, живем не в пустыне. И добраться до водоносного слоя в большинстве случаев кажется вполне реальным делом. Но на практике все далеко не так просто. Вы должны сначала все-таки определиться, в какую стоимость вам выльется строительство собственной скважины. Потому что иногда на некоторых земельных участках глубина залегания водоносного горизонта достигает 60-80 метров. Если вы займетесь организацией скважин для водоснабжения своего будущего жилища, то вам это может вылиться в кругленькую сумму – порядка 10 тысяч долларов. Таким образом, мы знаем, что перед покупкой земли надо определиться с площадью, надо определиться с почвами, с уровнем грунтовых вод и водоснабжением. Какие еще параметры необходимы учесть? Электроснабжение. Это тоже очень важный параметр. Как правило, при покупке земельного участка, если коммуникация уже проложена, есть некий лимит на мощность, подключаемую на одно домовладение, на один участок. Да, и сколько это? Как правило, это 8-10 киловатт. В принципе, на коттедж 150-200 метров этого вполне хватает. А если вам не хватает электроэнергии для собственных нужд, вы можете использовать какие-то альтернативные источники энергии? Ну, не знаю, солнечные батареи или дизель-генератор? Это выход? Конечно, можете. Но на современном уровне развития так называемых возобновляемых источников энергии все-таки ни солнечная, ни ветровая энергия, особенно в московском регионе, полностью не заменит ваши потребности в электричестве. Даже если мы лампочки заменим на светодиоды? Даже в этом случае. Либо вам придется покрыть солнечными панелями практически весь мой участок. Всех площадь участка. Дмитрий, а какие еще факторы влияют на стоимость участка? На стоимость земли, которую вы переберете? Иван, мы с вами совершенно забыли про канализацию. Здесь точно так же, как с водоснабжением. Либо это коллективная канализация, которая построена на весь поселок и к которой подключено каждое домовладение. Либо это какие-то индивидуальные решения. В данном случае СЭС очень строго требует будущих домовладельцев по соблюдению всех норм. И для того, чтобы все эти нормы соблюсти, иногда приходится вложить немалые деньги. И, может быть, если вы сможете перечислить какие-то еще пункты, что обязательно надо иметь в голове, когда ты приобретаешь землю? На стоимость земельного участка влияет масса факторов, помимо перечисленных. Это и так называемая живописность места. Насколько участок удален от лесного массива. Насколько близки другие домовладения к этому участку. Насколько, в конце концов, деревья не мешают освещать этот участок. Ну да, солярная норма. Да, да. Не будем забывать про так называемую жилищную инфраструктуру. Планируется ли строительство школ, больниц, магазинов в будущем поселке. Есть ли какие-то эксплуатационные компании, которые решат какие-то проблемы, которые, несомненно, возникнут при проживании. Подведем итог. Выбирая землю для строительства дома, надо учесть. Размеры участка. Его площадь должна быть в 10 раз больше площади здания. Физические характеристики грунта. От них зависит тип фундамента. Уровень грунтовых вод. Этот показатель будет влиять на возможность строительства подвальных помещений. Тип водоснабжения и качество воды. А также электроснабжение. Здесь важно просчитать способы увеличить лимит, отведенный по закону электроэнергии. Кроме этого, стоит принять во внимание тип канализации, красоту окружающей территории. Ведь зачем перебираться за город, если нет возможности пройтись по лесу или искупаться в реке. Удаленность участка от соседних домов. Солярные нормы. Важно учесть, сколько солнечного света попадет на участок. И последний пункт – инфраструктура. Согласитесь, проживая в загородном доме, хотелось бы получать почту, иметь по соседству небольшой магазинчик, знать, что сможешь быстро добраться до поликлиники и не вывозить мусор самостоятельно. И, конечно же, стоит получить гарантии того, что через пару лет рядом с поселком власти района не построят птицефабрику или атомную электростанцию. То есть аспектов, в общем-то, масса. Аспектов масса. И на все эти аспекты, несомненно, нужно обращать внимание при оболе земельного участка. Учитывая, что предложения по земельным участкам сейчас огромны. Хорошо, спасибо вам большое за беседу. Благодаря нашему эксперту Дмитру Бахматскому теперь многое прояснилось. Достаточно пройтись по списку вопросов, которые он осветил. Его, кстати, вы сможете найти на сайте нашей программы. И вам сразу станет понятна ценность конкретного участка земли. Сколько в него еще придется вложить силы средств и на какие жертвы придется пойти. Однако об одном аспекте стоит предупредить особо. Если земля, выставленная на продажу, слишком дешевая по сравнению с соседними участками, значит, наверняка она продается вместе с какими-то проблемами. И самое неприятное, если это проблемы юридические. Не заручившись поддержкой юриста, ни одной крупной сделки в сфере недвижимости совершать не стоит. Ведь если проблемы с электричеством, газом, канализацией, водой можно будет так или иначе решить, не обязательно сразу, да и различными вариантами. То стоит один раз ошибиться при оформлении документов, как всю свою собственность вы сможете потерять. Причем произойти это может не сразу, а через год, два или три после заключения сделки. То есть уже после того, как вы вложили в свою землю много сил, времени и средств. Не знаю, как вам, а мне кажется, что в таких условиях терять собственность еще обиднее. Что надо обязательно учесть перед заключением сделки, а какими моментами можно пренебречь? Да и можно ли, когда речь идет о вопросах права? Узнаем у специалиста. Максим, будьте добры, скажите, на каком этапе покупки участка нужно обращаться к юристу, чтобы избежать проблем собственности в будущем? К юристу нужно обращаться уже тогда, когда решение о приобретении уже принято с точки зрения преимуществ и удобства месторасположения земельного участка. Юрист, он же все-таки осуществляет техническую работу и может сделать свое заключение в отношении легитимности прав на тот или иной земельный участок. Он может смело сказать в будущем о том, нормальный этот участок, ненормальный, оформленный в соответствии с законодательством или нет. Есть ли права, претензии третьих лиц и там подобные вопросы. А в принципе можно в сделках с землей обойтись без юридической помощи, на ваш взгляд, без юридической консультации? Мы можем совершенно спокойно обойтись без юриста. Документ, который зачастую отвечает на все вопросы, это выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимость, это сделок с ним. Там показано, кто владел земельным участком, какие есть ограничения и какие есть особенности по праву. Максим, а вы можете сказать, какие обременения могут быть у участка земли? Обременения могут быть совершенно разного характера. Видов обременения их огромнейшее количество. Если земельный участок расположен в дачном кооперативе, в деревне, то обременения, если не юридические, а фактические, они могут быть в виде несоответствия располаганного земельного участка с его документальным обозначением. По факту одно, а в кадастровом плане другое. По идее, ни тепло, ни холодно. Единственная проблема может быть та проблема, что по факту там 10 соток, а к кадастровому паспорту 12. Это одно обременение. Если мы говорим про вновь образованные земельные участки, типа наших поселков, то обременения могут быть в виде водоохранной зоны, в виде зоны ограничения, застройки от кладбища, от мусороперерабатывающих заводов, от водоемов различного характера, от экзапроводов, от которых зона ограничения может достигать 150 метров, а то и более в каждую сторону от последней трубы, от нефтепроводов. Мы можем быть в зоне шумау дискомфорта от какого-нибудь аэропорта. Этих зон достаточно много, они просто имеют такое свойство, что по сути с земельным участком все в порядке, у тебя свидетельство о собственности, у тебя кадастровый паспорт, а по границательному кодексу и по закону там ничего построить нельзя. Если мы сейчас подробнее рассмотрим этот вопрос, вот этот случай, когда человек построил дом, но оказалось, он не имеет права быть возведен в этом участке. Чем это может кончиться для владельца? У нас есть прецедент в виде дачного поселка Речник, где дома были возведены, несмотря на отсутствие разрешения на это. Тем не менее мы увидели, что их попытались снести, какую-то часть там действительно снесли, но это был перебор уже. В Московской области прецедентов, где есть незаконные застройки, их колоссальное количество. У нас мало того, что на объект недвижимости нет документов, так еще и на землю зачастую нет документов. Наш эксперт Максим Лещев считает, что при покупке земли не обязательно консультироваться у юриста. Если у покупателя есть голова на плечах, он сможет справиться и сам. Важно только помнить, что самые важные документы для собственника это договор купли-продажи земельного участка и свидетельство о государственной регистрации перехода прав собственности на земельный участок от продавца к покупателю. Но для совершения сделки продавец также должен иметь на руках кадастровый паспорт земельного участка, протокол о согласовании границ с соседями, свидетельство о праве собственности на земельный участок, а желательно еще и документ, на основании которого оно было выдано, выписку из ЕГРП, Единого государственного реестр прав и документы на коммуникации. Однако все эти бумаги должны быть оформлены правильно и иметь законную силу, поэтому перед покупкой лучше лишний раз показать их специалисту. Ясно, спасибо вам большое за беседу, Максим. Спасибо вам. Как правило, сделка по приобретению земли растягивается на два месяца. И это не так плохо. Пока юристы готовят документы, а банки деньги для покупателя, у вас есть возможность представить, как будет выглядеть ваш будущий дом. Но лучше всего за эти два месяца подобрать мебель для вашего нового жилища. Так или иначе, столы и стулья все равно придется покупать. Не будете же вы сидеть на полу в своем новом доме? По статистике, чаще всего для загородного дома люди покупают деревянную мебель. И этот выбор оправдан. Деревянная мебель легко и естественно вписывается в любой интерьер и никогда не выглядит лишней частью обстановки. Однако именно такая мебель легко потеряет свой внешний вид при перепаде температуры или из-за сильной влажности. Узнаем, как же ее можно защитить и сохранить. С вопросом, какой интерьер выбрать для загородного дома, мы обратились к эксперту по деревянной мебели Елене Дрожжиной. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие породы сегодня чаще всего используются для изготовления мебели для загородных домов? Чаще всего используются такие породы, как ель, сосна, бук. Также у нас представлены такие экзотические породы, как шасхам и манга. А ель, сосна и бук, почему их используют чаще всего? Потому что это достаточно мягкие породы, но при этом влагоустойчивые, красивые. А эту мебель можно использовать снаружи дома, на дачном участке? Нет, лучше не стоит, так как для того, чтобы мебель могла стоять на улице, в экстерьере, ее пропитывают разными химическими препаратами. У нас мебель вообще особо ничем не покрывается, кроме воска. Или хотя бы краской. Скажите, а какие экзотические породы используются для мебели, для загородных домов? Используются манга и шасхам. Манга, вот его натуральный цвет, оно ничем не покрыто, кроме воска, очень влагоустойчивое. А вы не знаете, оно пахнет манга? Нет, оно не пахнет манга. То есть оно ценится за свою фактуру, за свой цвет и просто за осознание того, что это экзотика? Да, да. Но ведь из этой же древесины она достаточно крепкая, из нее можно делать и какие-то большие предметы? Да, конечно. Допустим, стулья, стол у нас тоже манга. А в каких странах они делаются? Кто их изготавливает? Вообще у нас фабрика находится во Франции. То есть это французский взгляд на вещи, так как французы представляют себе загородный дом. Да, вполне. В магазине, куда мы заглянули, большая часть мебели изготовлена в стиле Прованс. Это стиль французской провинции. Он был изобретен людьми экономными и практичными. Вот почему в таких интерьерах часто встречаются кованые кровати и люстры. Простые, но совершенные в своей простоте шкафы, комоды, кресла и стулья. А какие еще породы экзотических деревьев у вас представлены? Допустим, представлена такая порода, как шисхам. Даже полки делают из этого дерева, так как она является достаточно твердой породой. Это уже кухонная мебель, да? Да, это кухонная мебель, влагоустойчивая. А что-то еще из шисхам у вас здесь есть? Да. Вот такая этажерочка. Она предназначена для гостиной. Даже можно в детскую поставить. Она очень функциональна. Со всех сторон подойти можно, положить вещи. Шисхам или шишам – это самый известный вид розового дерева. Он не только влагоустойчив, но и отличается терпимостью к заморозкам и сухому воздуху. Красные деревчики считают шишам лучшим вариантом для изготовления мебели и оформления стен кабинета. Но из этой древесины делают и лыжи, и лодки, и даже музыкальные инструменты. Елена, если мы вернемся к нашим традиционным породам, знакомым русскому человеку – еле, сосне, что вы о них сможете рассказать? Допустим, сосна. Сосна является одним из самых прочных материалов для мебели. Она достаточно мягкая, но при этом ударопрочная. Но вы говорите, что сосна – еще и очень популярный материал для изготовления мебели. Значит ли это, что она дешевая? Если сравнивать с ДСП или МДФ, каким обычно, допустим, делают кухни, то, конечно же, сосна дороже будет стоить. Поскольку это натуральный массив. Да, да. Но именно из массивов она не самая дорогая. А кроме сосны, насколько я знаю, здесь есть еще что-то из ели? Да, допустим, вот этот стул из ели. Ели, она достаточно мягкая, мягкое дерево, но после сушки ничем не уступает сосне. А еще из ели в том же стиле здесь сделан комод? Комод, да. Такие вот полочки. Но они покрыты краской со всех сторон? Да, да, обязательно. Так как все-таки это стиль, это определенная коллекция, она должна быть белой. Поэтому покрывается краской. Все экологически чистое, никаких химических обработок, ничего. Я знаю, что деревянную мебель... Ведь почему мы ее так любим? Ее можно поставить везде, и она впишется в любой интерьер. Но эта мебель, она потребует оформления? Ну, так как у нас весь магазин в стиле Прованс, и мебель тоже в стиле Прованс, поэтому и интерьер в комнате должен быть тоже подходить к этому стилю. А можно ли дополнить этот французский стиль чем-то, ну, скажем, русским, да, может быть, немецким, может, японским? Ну, на вкус и цвет товарищей нет, как говорится. На мой взгляд, если что-то из мелочей, ну, каких-то украшений для дома, то вполне можно что-то подобрать. Но именно из мебели, допустим, торшеры, разные полочки, они все-таки должны быть в одном стиле, для того, чтобы не было какого-то разброса. При правильной обработке до 100 лет может служить мебель. То есть вот этот вот комод обычно может простоять 100 лет? Да, если вы будете правильно за ним ухаживать. А как за ним надо ухаживать? У нас есть для этого специальные воски для мебели. Им просто покрывается тонким слоем мебель. Во-первых, защищает от влаги, защищает от высыхания лишнего мебели, так как она ничем не покрыта, она может потрескаться просто из-за сухости воздуха. А воск чем-то пахнет? Да, ароматы у него разные, и фруктовый, и свежести. Он полностью прозрачный, может придать легкий блеск, так как это воск. Но потом он потихонечку впитывается в мебель. Его надо как-то отполировывать, втирать в это мебель? Да, лучше всего, конечно, хорошенько втереть в мебель, чтобы она прямо впиталась. Елена, я заметил, что у вас есть еще мебель, которая сочетает дерево и металл? Да, допустим, есть такой стеллаж представлен. Здесь сочетание сосны и ковки. Но это тоже мебель для внутреннего интерьера. Вы бы не порекомендовали ее выносить на улицу? Я бы не рекомендовала, потому что все-таки сосна здесь необработанная, она может взбухнуть из-за постоянного дождей у нас климата. И никакой воск ее не спасет? Нет, даже воск. Итак, деревянная дачная мебель делится на ту, что можно держать под открытым небом, и ту, что сохранит опрятный внешний вид только в помещении. Для домашнего интерьера подойдут мягкие породы дерева – сосна, ель, акация. Или экзотические варианты – манго и шишам. А на верандах, под навесами или в открытых беседках на участке комфортно будут чувствовать себя столы и стулья из тика или лиственницы. Подбор мебели – это не только вопрос надежности и долговечности, это еще и вопрос стиля. Однако этого аспекта мы коснемся в нашей следующей программе. А также обязательно расскажем о том, как защитить дом в отсутствии хозяев и как на законных основаниях превратить квартиру в постоянный источник дохода. С вами была программа «Свой дом» и я, ее ведущий Иван Пашков. Всего вам доброго! Мир вашему дому!